В состав делегации вошли руководство коллеги военно-промышленного комплекса и представители Министерства обороны. Во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным московские гости осмотрели объекты строительства в первой очереди. Благоустройство здесь сегодня выполнено в полном объеме, без конечного благоустройства. Я имею ввиду второй свой асфальт, какие-то фрагменты плиток, плитки. Основное очернение сделано. В ноябре спецстрой сдаст два жилых дома и административное здание. Помимо мэрии здесь будут находиться ЗАГС и кабельное телевидение. Я думаю, что это вторая деказа. Уже с мебелью? Да, мебель уже и все компьютеры, все целиком. Речь идет именно о полной здании. А вот диспетчерский пункт работает уже сейчас. За всеми системами молодого города следят два человека. Евгений Трунов уникальный специалист, делится его начальством. В 90-х годах он строил еще тот военный космодром в Свободном. Сегодня участвует в строительстве Восточного. При этом сам мужчина скромно признается, провода везде одинаковые. Это умный город. То есть здесь мы можем посмотреть и рассчитать потребление по домам, в общем, работу котельной, работу водоснабжения, работу насосных. Все это отображается на компьютерах и анализируется, заносится в базы данных и по энергоэкономичности, то есть приносит неплохие результаты. Циолковский называют умным городом. Дело в том, что сразу при строительстве домов закладывается вся система наблюдения и контроля. От лифтового оборудования до графиков расходов воды. Работу диспетчерского пункта оценила и московская комиссия. По подаче воды, то есть видим, что в последнее время снизилось потребление воды. В декабре по плану сдадут еще один многоквартирный дом и современный детский сад с бассейном, рассчитанный на 230 ребят. Вице-премьера России интересовала и качество строительства, и кадровый дефицит. В прошлый раз вы говорили, что у них вот это вот 300 рабочих. Ну, к сожалению, дефицит этих 300, если говорить о собственных силах, нам удалось увеличить человек на 80 абсолютно численность своего предприятия по рабочим. Ну и качественно улучшить. Московская делегация осмотрела и новую котельную. Она будет обеспечивать теплом и горячей водой жителей космического города. Оснащенная самым современным оборудованием, котельная рассчитана на экстремально низкие температуры, вплоть до минус 60. Кстати, для обеспечения теплом сегодняшней Циолковске необходим всего один котел. Город даже в самые холодные месяцы будет потреблять не более 9 мегаватт, рассказывает главный инженер Николай Дашков. Что эта котельная была построена на очень большую перспективу строительства города Циолковский. Вот когда город Циолковский обрастет школами, спорткомплексами, плавательными бассейнами, всевозможными научными центрами, и будет по крайней мере в 4 раза больше жилья, чем сейчас построено, тогда эта котельная заработает на полную нагрузку. Сейчас город отапливается мазутом. В перспективе перейти на газ. После инспекции сразу совещание. В 21-м году мы должны будем отсюда обеспечить пуск ракет-носителя «Ангара». Спилотируем кораблем, но безэкипажно. То есть, фактически начать уже летные испытания. 23-й год экипаж. Ну, соответственно, должна быть развиваться вся инфраструктура, которая необходима для работы с космонавтами, с отрядом космонавтов. Строительство второй очереди космодрома включает 21 объект. Самый крупный стартовый и технический комплекс для ракет-носителей «Ангара». Кислородно-азотный завод, аэродром и строительство объектов Циолковского. Предварительная стоимость второго этапа – 238 миллиардов рублей. Главная государственная экспертиза проекта строительных работ предварительно назначена на середину 2017 года. Ирина Кабзай, Роман Юдаков, Первый областной.